С докладом, названием которого, пожалуй, предоставлю возможность произвестись в дух, который встретился. Нет, 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 все одно дело, у меня особенное название. Называется «Некоторые людейские представления». Лучше, когда я выбираю микрофон, или вот так. Лучше, когда я выбираю микрофон. Прикрофон лучше. Прикрофон лучше. Значит, некоторые людейские представления о реальности и так называемая расширенная концепция инженера Михаила Борисовича Менцкого. Это все дело имеет отношение к трансформации сознания тоже, так что не волнует. На самом деле, параллели между буддийским представлением о реальности и некоторыми квантово-механическими теориями, они были проявлены с самого начала. На них обратил внимание, первым еще сам Нильс Бор, который писал, что в поисках параллельно затекающих из атомной цивови человека об ограниченной применимости обычной идеализации, мы должны обратиться к совсем другим областям науки, например, к психологии, или даже к особого рода философским проблемам. Это те проблемы, с которыми мы уже столкнулись с такими зрителями, как Будда и Лао Цзи, когда пытались согласовать наше положение как зрителей и как действующих лиц в великой грани существования. И не случайно диалог физиков с представителями других наук начался сразу в этой же годы. Например, Паули обсуждал эти проблемы с Карлом Буставо-Минутом, и переписка небольшая была по этому поводу. Далай Лама специально изучал квантовую механику Карлом Бонн-Файцекера и Дэвидом Бонн, чего я не знал. И когда я познакомился с концепцией Минского и был поражен этим вниманием, я Далай Ламе написал соответствующее письмо с изложением этих вещей. Но оказалось, что он это знает гораздо лучше меня, поскольку он с полу там неделю сидел и разбирал эти вещи когда-то. И это уже есть на русском языке. Вы можете прочитать, что Далай Лама пишет о квантовой механике. Вот есть и специальная отдельная книжка по тибетскому буддизму в этом плане, о параллелях к тибетскому буддизму и квантовой механике. И то есть я это говорю к тому, чтобы лишний раз сказать, что тему это не просто я из головы придумал, а она с самого начала присутствовала. И когда вот два года назад мы предложили провести встречу и ведущих ученых российских наших, философов, профессионалов по нейропсихологии, физиков, для обсуждения этих проблем все они с удовольствием согласились принять участие. И мне кажется, достаточно беспреклицентное было у нас собрание в институте философии Академии наук, где участвовали действительно крупные спецзавельства во всех областях не перечислены. Но это не было похоже как на эту сумасшедшую чайпитию. Там мы давали слово только руководителям учреждения с статусом нижней академии. Один был исключением Медведев, директор института мозга. Он имел статус все на корреспондента. То есть на очень высоком уровне шло обсуждение вот тех вещей, о которых я сейчас рассказываю. И здесь тоже как-то я, в принципе, говорил, по-моему, на торчиновских чтениях. Сейчас я хочу просто немножко развить эти идеи. Тексты, которые были в Москве на обсуждение физических академиков и философов, вот в нашем журнале «Будизм России» можно прочитать, кто заинтересуется, потом мы сможем это сделать. Итак, наверное, наиболее глубокой общей идеей современной физики и буддизма является выяснение ложности обыденных наших представлений о внутренней самодостаточности явлений и их независимости друг от друга. Понимание, что действительность стоит рассматривать с точки зрения взаимообусловленности не только в генетологическом, но и в эндологическом плане. В общем виде это, наверное, уже всем ясно, но последние, некоторые последние интерпретации квантовой механизмы, они гораздо более конкретно и детально соответствуют буддийским и, прежде всего, хайянским представлениям в мире. Что я имею ввиду? Ну, прежде всего, я имею ввиду два уровня реальности, которые выделяются условно в буддийских текстах. Это, с одной стороны, евахара, как называемая обыденная реальность в кавычках явлений, которая иллюзорна в том смысле, что все явления и соплиции представляются нам действительно существующими именно так, как мы их воспринимаем в кармической обусловленности нашего сознания. А с другой стороны, парамарха, то есть, на самом деле, высшая подлинная реальность, которая обозначается в буддийских текстах рядом терминах, таких как дармата, татхата, и там события и явления по отдельности не существуют. Они пусты от независимого бытия и существуют только во взаимообусловленности. Вот на этом уровне изложения я хотел бы подчеркнуть что, когда мы в буддизме говорим о пустоте, мы не веду какой-то вакуум или отсутствие чего-то, мы имеем прежде всего взаимообусловленности. Почему, например, Щербатской и Киргалская упуск слова «пустота» для перевода на это нашу мета, он так называл «относительность». Это на этом уровне гораздо ближе к тому, что имеется в виду в буддийских текстах. Что же касается обыденной реальности, как мы воспринимаем на нашем уровне, то это восприятие уже определяется уровнем нашего сознания. И именно для перехода на более высокие уровни восприятия, которые более адекватно соответствуют реальности, используется то, что мы могли бы назвать «трансформация сознания», о чем мы пытаемся говорить на этой конференции. Нагарджуна говорил, «Осключение Будды основано на обоих уровнях бытия, на обыденном явленном бытии и сущности бытия. Тот, кто не понимает различия между этими уровнями бытия, не понимает глубокой реальности открытой Будды». Затем Нагарджуна говорит о связи этих явлений, «Без опора на обыденное, высшее не постигнут, а не достигнув высшего, не достичь нирваны». То есть нирвана по представлению Махаянскому достигается причем духовной практики, которая приводит к непосредственному восприятию пустоты, что позволяет постичь подлинную сущность бытия, дхармату или таковость татхату. Это определено в этом смысле синонимичнее. Определение дхарматы, говорит Майгри Асанга, это таковость татхата, не разделяемая на объект и субъект, на высказываемое и высказывающее. В этом же ряду терминов есть еще некоторые, такие, как дхармадхату, но я не хочу вдаваться сейчас в интерпретацию этих терминов, потому что они часто в рамках даже одного текста интерактуются по-разному, потому что дело не в терминах, а в том, что за ними стоит. Термин это как пальцы, указывающие на Луну, которые не нужно с Луной путать. Ну и вот чем похоже на подобное представление о реальности квантово-механическая концепция, разработанная инвирентом это работанная Менцем, нашим физико-боработающим, главным научным сотрудником института Лебедева в Москве. Там тоже они пришли к такому же выводу, что видимый нам мир, то есть как мы его воспринимаем, это только один из бесчисленных средств, если можно так выразиться, реального квантового мира, средств, который выбирается актом нашего сознания и только ошибочно принимается нами за всю реальность. Откуда исходит такая интерпретация? Ну, мы все знаем, что в квантовой механике парадоксов много. И здесь речь идет только о парном из них. Это не проблема дуализма частицы волны, а это парадокс связанная с измерением. В чем состоит этот парадокс? Дело в том, что согласно квантовой механике состояние микроскопической системы может представлять собой суперпозицию, то есть сумму двух и больше состояний этой системы. Это значит, что такая система, например, микрочастица физически, а не только математически, может одновременно находиться в разных точках пространства одновременно, с разной вероятностью. То, что это явление физическое и математическое, это очень важный момент, потому что мы обычно, когда говорим о вероятности, можем говорить только о мере нашего незнания, о вероятности мере нашего незнания. то есть мы не знаем, где она находится, поэтому говорим, что вероятность, что она находится там или здесь, такая-то или такая-то. В физике тоже такой вопрос стоял, и были очень жаркие дискуссии, пока наконец некто белый не спормилировал неравенства, которые должны были решить этот вопрос. При одном решении этих неравенств было понятно, что положение частицы одновременно в разных точках пространства является чисто математической интерпретацией, а при другом решении физической. И через несколько лет другой физик, Аспек, провел эксперимент, которым было однозначно доказано, что распределение частиц, оно именно распределение частиц, а не нашего беззнания. То есть оно физически не имеет смысла. То есть факт состоит в том, что микрочастицы находятся одновременно в разных точках пространства просто с разной вероятностью. Ну а при измерении, когда мы делаем измерение частицы, пытаемся что-то с ней сделать, то мы производим корреляцию ее состояния с состоянием макроскопического прибора, который на самом деле тоже представляет собой квантовая система. И если до контакта с этим прибором частица находилась в состоянии суперпозиции, то есть сумма всех ее вероятностных состояния, то нету никакой причины, чтобы после контакта с прибором она перестала быть в этом состоянии и стала находиться только в одной точке пространства с вероятностью единицы. Правда же? Потому что когда частица двигается, столкновения с частицами измерительного прибора ничем не отличаются от ее столкновения со всеми другими частицами, с которыми она сталкивалась прежде и будет сталкиваться потом. Здесь нет ничего принципиально нового. Но для нас измеряемые компоненты суперпозиции становятся макроскопически различимыми. Наиболее ледиархи представлено с парадоксом, который называется парадокс Кота Шрёдлингера. Состоит он следующий. Вот представим, что в закрытый ящик с радиоактивным изотоком посажен кот и туда же поставили счетчик продуктов распада и устройства, которые разбивают ампулы с ядом во рту Кота, когда счетчик срабатывает. Пока атом не распался, с котом все в порядке. А как только он распадется, то счетчик срабатывает, а кот умирает от яда. Мы не знаем, когда атом распадется, но в каждый момент имеется определенная вероятность распада. И для квантовой системы такое положение дел описывается как суперпозиция. То есть в каждый данный момент атом находится в суперпозиции двух состояний. Состояние, когда он еще не распался и когда он уже распался. поэтому когда он подходил к закрытому ящику с котом или матомом, то согласно законам Куайтовой механики мы можем считать, что система атом плюс код находится в суперпозиции двух состояний. Не распавшийся атом плюс живой код плюс распавшийся атом и мертвый код. Но когда мы открываем ящик, мы видим или мертвого или живого кода. Почему? Ну и для решения этого вопроса, который явно как нам кажется выделяет какие-то нестыковки по антомеханической теории, предлагались различные гипотезы и интерпретации. Согласно так называемой Копенгагенской интерпретации, предложенной Нейвсом Гором, при взаимодействии измеряемой системы с макроскопическим прибором, линейность квантовой механики нарушается. То есть уравнения Шриденберг перестают работать. То есть суперпозиция исчезает. Частица оказывается только в одной точке с вероятностью единицы. Но за счет чего состояние частицы могло так вертикально измениться? Это значило бы, что в этот момент частица потеряла свои квантовые механические свойства, для чего нет неких предпосылок. Поэтому такая интерпретация противоречит как здравому смыслу, как и принципу линейности квантовой механики. Поэтому многие физики считают, что петтагенская интерпретация некорректна и требуют каких-то других интерпретаций. Сложность ускорбляется тем, что парадокс объясняется, осложняется тем фактом, что он возникает тогда, когда мы открываем ящик. То есть когда в наблюдение опыта вмешивается сознание наблюдателя. Пока мы ящик не открыли, мы можем считать, что там есть суперпозиция. Когда ящик открываем, суперпозиции нет, мы попадаем в какое-то одно или другое состояние. И вот в 57-м году американский физик Эверет предложил интерпретацию, согласно которой линейность квантовой механики сохраняется. То есть все остается как было до измерения. Но Айцюэль пришел к неизбежному выводу, что суперпозиция, которая была до эксперимента, должна сохраниться и после измерения. Это значило, что в мире должны существовать суперпозиции макроскопических различимых состояний. Как например суперпозиция состояния живого и мертвого кота в выше приведенном примере. Чтобы сделать интерпретацию Эверетта более наглядной, Уиллер и Девит предложили описывать состояние суперпозиции макроскопических различимых конфигураций квантового мира как сосуществование различных эвереттовских миров. То есть в одном мире кот жив, в другом умер. И говорит, что в каждом мире существуют двойники сознания наблюдателей, которые видят один результат опыта или другой. Ну и об этом очень упорно обсуждалось, что было делать не трудно, потому что с точки зрения математической разницы нет. То есть для расчетов этой интерпретации ролик никакой не играет. Как считается так, так считается и так. То есть для практических потребностей ничего не менялось. Но конечно возникает очень странная картина мира при этом. Минский, я нескольку модернизирую эту концепцию, Минский и Редовских миров предлагают говорить об альтернативных классических реальностях или просто классических альтернативах, которые находятся в суперпозиции, но сознанием воспринимаются раздельно. То есть сначала мысль была такая, что наше сознание оно как бы раздельно воспринимает, поддельно не может воспринимать суперпозицию целиком и воспринимает отдельные ее срезы, факторы в том или ином виде. Но понятие двойника нашего сознания было не вполне понятно. И потом тогда он предложил другую формулировку. Потому что когда мы говорим, что альтернативные реальности разделяются сознанием наблюдателя, крючевые понятия разделения альтернативы сознания наблюдателя точно неопределены. И вот в расширенной концепции Верета Менский продолжал объединить эти понятия. То есть разделение альтернатив и сознание наблюдателя он отождествил. То есть до этого была такая реальность, которую мы видим это иллюзия. Иллюзия потому что мы видим только один средств реальности принимаем ее за всю реальность. А настоящий квантовый мир совсем другой. И эта иллюзия создается при помощи нашего сознания. Потом он пошел дальше и говорит, что эта иллюзия и есть акт нашего сознания. То есть вот эта реальность, которую мы воспринимаем и наше сознание они дождественны. И здесь мы попадаем уже весьма точно вот в буддийские понимания реальности, о которых я говорил раньше. Причем на самом деле казалось бы здесь можно говорить совершенно необязательно о том, что совпадает именно с буддийской интерпретацией. Потому что мы возьмем любые монистические философские системы, мы всегда знаем, что есть подлинная реальность, есть реальность, есть видимость, и есть сущность. Можно это сопоставить с ведантой, и даже книги про это написаны уже давно. Вот, например, была книга такого панда, называется «Mile in Physics» в 91-м году издана. Мы можем довольно широко здесь спекулировать. Почему мне кажется здесь интересно споставлять именно с буддизма? Потому что когда мы говорим о квантовом мире, то есть о реальности, как физики ее понимают, как можно описать квантовый мир? Вот Минский говорит, если бы мы могли попасть в восприятие квантового мира, то это было бы, по крайней мере, очень странно. Потому что благодаря принципу нелокальности все события, происходящие в мире, они имеют ментальную посредство связи со всеми другими событиями. Это ровно то, что мы говорим о буддизме, о взаимосвязанности, о т.е. о простоте, и от источники явлений, от хармихат. Вот в других системах монистических я просто нигде никогда не встречал подобного определения реальности как взаимозависимость. Обычно понимается это как нечто целое, как некий абсолют. Моно, монизм имеют фатальное расстро эти слова. Вот. И соответственно, и согласно квантово-механической интерпретации, и согласно буддийской воспринять, что-либо в квантовом мире, то есть в мире суперпозиции, или на уровне татхаты, храматхаты, мы не можем, потому что это многократно упоминается в храматических текстах. Возьмем сутку сердца проезжие параметры. В пустоте нет глаза, нет уха, нет носа, нет запахов, нет форм, нет вкусов, нет тактильного, нет харм, нет ничего конкретного. Ну и я думаю, что основное я сказал, время кончилось, чуть-чуть нет, я лучше оставлю на вопрос несколько минут. И заключение. А? Заключение. Заключение состоит в том, что вот я был, честно говоря, просто изумлен тем, что мы то понимание реальности буддизма и то, которое представлено в этой концепции Минского, как он перфектирует концепцию Берета, они на мой взгляд, совпадают в довольно большую глубину. и я не вижу границ этого различия в этом понимании. Вот проблема стоит том, насколько глубоко здесь вообще такая граница или это действительно одно и то же. Большое спасибо, Анатольевич. Сейчас я напугал. Будущий диктатор задал сам вопрос по кому-то осталось. Видите ли, заметно, что нахождение сходства происходит при опоре с бунтийской стороны на воззарение сутра ну и более определенное на воззарение Мадьяхаки. У вас были какие-нибудь соображения, чему может соответствовать физике переход на воззрение скажем тантра? Которое признается более глубоким. Воззрение тантра не признается более глубоким. Вначение о пустоте оно одинаковое что в тантрах так что в сутрах пристет только различные методы достижения этого состояния. Нет, это не так, потому что сутра считает, что реализация кустоты и дают реализацию, а в тантрах полагают, что нужно еще реализовать и амбаспора, то есть цветоносность. Без этого не будет реализации. Как их там любых тантрах? Это просто принцип, это просто антологические инцептанты. А что за антологические инцептанты? Вот, как я только что назвал. А что такое амбаспора? Светоносность. То есть феномены пусты, но они явленные. Когда мы говорим о явленности в тантах, это просто другое выражение для непосредственного постижения пустоты, для субъективного аспекта постижения пустоты, там ничего другого нет. Вообще ясно вопросов нет, потому что мне ощущение, что ты находишься на позиции возрага с того неконсульта. Тогда прошу, вопрос. Да, Горис Иванович. За это время я тоже занимался этой темой, как я и год назад. Я хотел сделать несколько замещаний. То есть есть? Очень интересно, но есть некоторые нюнязки. Во-первых, мы должны вспомнить этапы развития науки и это классический Ньютон, не классический Эйнштейн, не фактовая теория. И сейчас находимся на этапе, который называется постнеклассический. То есть это синергетика осложной системы, сопровизации и так далее. И вот то, что обсуждалось в прошении, оно относится в оцепках о не классическом уровне. И нисколько не затрагивается контекст современной постнеклассический. А это основной тренд сейчас в науке и так далее. То есть это уже намного снижает уровень рассмотрения. Затем второе. То, что все явления связаны, обусловлены, относительны, не абсолютны, наводятся в движении. Об этом было известно еще раз в ремонт ератрии, наверное, да? Потом было развито Гегелем и это называется диалектикой. Так, что про систему пада, взаимо обусловлены задавения, это учение буддизм тоже в виде диалектики. Так, что ничего принципиально нового в архе механика, кроме того, что подтверждает правильность диалектики, не вносит. Ничего нового движения движения, движения значит время, переходы, связи и так далее. Далее центральная проблема отношений субъекта объектора квадратовой механики. То есть доходит как бы до того, что мир не существует помимо нашего познания. Представь, у вас еще 40 секунд. Ну, это неверно. Мир существовал до всякого познания и человека. И то, что субъект активен, и так далее, проектируются на объекты и это было известно. Здесь тоже ничего нового. И, короче говоря, я завершаю таким образом, что предположенность утверждения сообщениям о том, что это что-то новое, что-то неотвращенное, грубо говоря, если не дают время, значит, времени. Есть другие авторы. У нас автор, в том числе Эйнштейн, Мунге, автор философии-физики книги, где он рассматрил историю квадратовой подробно, и ложные фасунки фасовские видео, затем Дубровский, Иларион, известная физика, или философ, Зиновик Александр. И таж Далай-Лама не понимает этих позиций как вклады в каких-то необычных или колоссальных. Далай-Лама, он и говорит. Существует ряд ученых-философов, которые считают, что объяснение феномена сознания может быть получено на пути развития исследований в области кванкровой механики, физики. Должен признаться, что объяснение природного сознания на основе кванкровой модели вращения неофига приводит к замешательству. Я не могу понять, чем кванкровая теория сознания лучше, чем нерогологическое объяснение, основное классическое понимание физических процессов. Но, мой взгляд, пока не будет полностью принятого внимания субъективность самого феномена сознания, прежде всего с наследением физических процессов мозга с одной стороны и наблюдением факторов самого ума остается незаподным. Никакие нейротологические объяснения не могут дать понятия о самом субъективном переживании превысения синего цвета. Согласно буддизму, последняя фраза, все. Согласно буддизму, поскольку создание материи правильной степени способств сгаритов. Ни одна из них не может перебить в череду друг друга. Вы делали выбор несколько раз. Если вы хотели произнести цитату Далай-Вану, у вас была возможность. Можно ответить, или это качество? Да, конечно. Далай-Вану, мне кажется, что новизна вот этого подхода, который предлагает концепция Вилета, особенно расширенная, она несет себе не такое же изменение по масштабу научной парадигмы, как было изменение парадигмы времена Коперника. Потому что тогда мы говорили о том, где крутится солнце, а здесь мы говорим, что мы живем не в макром мире, а мы живем и в квантовом мире. И из чего следует, что та реальность, которую мы воспринимаем сейчас, это не реальность, а иллюзия. То есть это иллюзия в том смысле, что это только часть реальности, а не вся реальность. Для того, чтобы нам проникнуть в реальность, нам нужно еще потрудиться. То есть реальность совсем другая. И когда мы это осознаем, мы совсем иначе будем относиться к реальности, мне кажется. Поэтому это важно. Андрей Ильич, можно задать вопрос? Я хочу простой вопрос задать. Вы говорите, нужно потрудиться. Вот если я понимаю правильный принцип взаимодействия, то он включает себя и одновременно синхронность событий, которые еще в будущем. Понимаете, но я-то ведь не знаю, что в будущем. И надеяться на то, что мне это удастся. Но представьте себе, то, что происходит за этим столом, детерминирован не только вашей историей, но и тем, что там когда-нибудь произойдет. вот с этой мыслью просто жить на нормальном человеческом мире невозможно. Мы про нормальное человеческое мышление не говорим. Потому что для нормального человеческого мышления мы можем воспринимать... То есть вы надеетесь на то, что нам удастся совладать если угодно в будущем для того, чтобы обрести доступ к подлинной реальности. Все-таки надеетесь. Господа, поблагодарим Андрея Торча. Я, 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 не знаю, что он не знает мема в интеллектуальном провоцировании аудитории. Знаете, что, Андрей Селыч, нельзя человеку вставить в качестве либо то, я скажу так, чужие недостатки никогда не станут чьими-либо достоинствами. Особенно Андрея Анатольевича. Вот так. Действительно, все увлекательно и сложно. Но надо, чтобы так разобраться. Прошу Раиса Николаевна Красивоевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ход из пышниковедения этих философий